Заволжским районным судом города Твери вынесен обвинительный приговор по уголовному делу коррупционной направленности. Коррупционную схему вскрыли и пресекли тверские оперативники ФСБ. Совместно с сотрудниками подразделений по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы РФ при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Фигуранты дела два бывших начальника отделов таможенного оформления и таможенного контроля Центральной электронной таможни Федеральной таможенной службы России. Один из них признан виновным в даче взятки, второй, соответственно, в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, взятки в общей сумме около 300 тысяч рублей передавались для ускорения регистрации и проведения процедуры выпуска товаров за общее покровительство и беспрепятственное таможенное оформление документов, поступающих в отдел таможенного оформления и таможенного контроля Центральной электронной таможни. Уголовные дела расследовались в региональном следственном комитете. Собранных доказательств суд посчитал достаточным для назначения в качестве наказания по 8 лет колонии строгого режима каждому с лишением права занимать должности на Федеральной государственной службе в системе таможенных органов Российской Федерации. Приговор в законную силу не вступил. Генерал-майор, личный состав послушает торжественное открытие административного здания Московского отдела полиции построено. Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Так, в торжественной обстановке, в присутствии личного и командующего состава, 28 декабря состоялось открытие нового административного здания Московского отдела полиции ОМВД России по городу Твери. Благодарю тот личный состав, который занимался именно восстановлением вот этого здания. Я думаю, что действительно очень удобно будет в московском районе гражданам, приходящим, получить и госуслуги, и подразделение по вопросам миграции, в обществе полномочия не смогут принять гражданам, потому что ранее находились на территории заводского района, что совсем неудобно для граждан. Теперь в обновленном после капитального ремонта помещении с 28 декабря работают участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, дознаватели и миграционная служба. Ленту, временно перегородившую вход в обновленное здание, перерезают начальник регионального ОМВД, генерал-майор полиции Сергей Камышев и начальник ОМВД по городу Твери, полковник полиции Евгений Дворянов. На первом этаже здания размещается миграционная служба. Гостей встречает начальник отдела по вопросам миграции, майор полиции Анна Тюрина. Основной вот, там, соответственно, зал ожидания граждан и прием граждан иностранных. Удобство для разделения граждан Российской Федерации и приема иностранных граждан, здесь у нас все это предусмотрено. Вся информация, то есть, да, электронная очередь. Работает. Все работает, все работает. Павел генерал, мы прием граждан не приостанавливали. Мы переезд организовали так, что это мы сделали без учета времени, скажем так, на прием, в свое личное время. И с сегодняшнего дня, уже сейчас с 11 часов, прием граждан будет осуществляться в штатном режиме. Хорошо, спасибо. Еще раз отметим, сотрудники миграционной службы со дня открытия административного здания полноценно оказывают жителям московского района Твери услуги по линии миграции. Информационные стенды, означено дневной системой, где на полной и на стольной дневной системы. На данной дневной системе выставлены бланки, образцы заявлений в достаточном количестве. Сколько примерно будет время очереди гражданин, который принадлежит, и закончил его прием? Не более 15 минут. Не более 15 минут. На втором этаже здания размещаются участковые, уполномоченные полиции и дознаватели. Сергей Камышев знакомится с условиями работы старшего участкового полномоченного полиции Михаила Завгороднева. Самый сторожил. Самый сторожил. Сколько вы уже служите? Здравствуйте. В службе дознания главного полицейского региона встречает руководитель московского отдела майор полиции Юлия Гамзаева. Благодарю за вашу работу. Но надо закомплистовать, чтобы эти кабинеты не были пустыми, а здесь находился лишний состав. Новая мебель, новые сейфы, новое оборудование. Просто замечательно. Я думаю, что комфорт – это очень важно для такой тяжелой работы. Чистые, светлые кабинеты, удобно будет работать. Спасибо. Отметим, еще два дня назад все эти службы размещались в разных районах города, что создавало дополнительные трудности в работе с людьми. Наверняка многие тверетяне хорошо помнят, в каком плачевном состоянии пребывало старое здание московского отдела полиции на улице Ротмистрова. Долгие годы здание пустовало, но благодаря финансированию Министерства внутренних дел Российской Федерации эти стены обрели новую жизнь. Причем на капитальный ремонт ушло не более года. Молодцы. Еще раз благодарна руководящему личному составу, который занимались в благоустройстве, организовывали ремонт. И мы сегодня имеем такое красивое и прекрасное здание, где наш личный состав может внести службу именно для блага народа, именно для блага населения в Тверской области. Новое здание московского отдела полиции размещается в доме номер 25 по улице Ротмистрова, в непосредственной близости от основного здания московского ОВД на Ротмистрова, 33. Сотрудники полиции надеются, что такой новогодний подарок по достоинству оценят жители Верхневолжья за удобство и пользу.